Приветствую! Уже пару недель мы наблюдаем в СМИ за конфликтом между Козловским и Кондратюком. И здесь я хочу поговорить о юридической стороне тех вопросов, которые там возникают, и развеять один миф, который я очень часто вижу в СМИ, когда они пишут об этой ситуации. Кто не видел эту ситуацию, напомню, что скандал разгорелся из-за того, что Козловский, который сейчас находится в ЗСУ, заявил о том, что Кондратюк, его бывший продюсер, много, мол, забирает из его зарплаты. На что Кондратюк заявил о том, что забирает-то не Кондратюк, а забирает исполнительная служба. Мол, у них был конфликт в отношении авторских прав, и суд стал на сторону Кондратюка и обязал Козловского выплачивать определенную сумму вознаграждения, которое должен получить продюсер, да, за то, что Козловский использовал его интеллектуальную собственность. Не будем вникать в суть этого конфликта, да, мы не знаем всех тонкостей, но то, что признают обе стороны, что был суд, и суд обязал Козловского выплачивать в пользу Кондратюка определенные денежные средства. При этом Кондратюк обратился в исполнительную службу, есть исполнительное производство, и, соответственно, из денежного обеспечения Козловского удерживает исполнительная служба какой-то процент его заработной платы. И это то, что, в принципе, укладывается в нормы закона, предусмотрено действующим законодательством, и тот факт, что Козловский является военнослужащим, на сегодняшний день никоим образом не освобождает его от обязанности выплачивать долги, которые установил суд. И здесь вот как раз юридический момент, о котором уже тоже многие спорят, что, мол, военнослужащих как минимум на период военной службы нужно освободить от того, чтобы из них, из их денежного обеспечения, исполнительная служба удерживала какие-то суммы. Но пока это только муссируется в обществе, действующее законодательство никаких преференций военнослужащим здесь не предоставляет. Какой же я хочу развенчать миф, который я увидел уже неоднократно в СМИ. Так вот, СМИ пишут такие громкие заголовки, мол, Кондратюк забирает всю зарплату у Козловского. И вот это я хочу опровергнуть по одной простой причине. Это невозможно с точки зрения действующего законодательства, с точки зрения закона об исполнительном производстве. Почему? Потому что у нас есть правило, по которым удерживаются деньги из заработной платы. И там есть определенные ограничения. То есть закон не говорит о том, что можно забрать всю заработную плату. И вот сейчас мы давайте посмотрим этот закон и увидим, какие же там есть ограничения. Сейчас на ваших экранах закон о исполнительном производстве. И мы видим статью 70, которая называется «Розмир ведрахувань из заработной платы, пенсии и стипендий таимших доходив Боржника». Итак, что здесь указано? Вот смотрим, мы часть вторую сразу читаем. И здесь написано, что из заработной платы Боржника может быть утримана за виконавчим документами до погашения у повном обсязе заборгованостей. И дальше указано. У разу стягнення алиментов, відшкодування шкоди за подъяною калитством, іншим ушкоджением здоровья або смерти особи у связи с втратою годовальника, майнової та або моральної шкоди завданую криминальним правопорушенням, або іншим суспільно небезпечним деяниям 50%. И вот вам ограничение первое, которое устанавливает закон. 50%. И то, обратите внимание, что это установлено для определенных случаев, для исключительных случаев. И такими случаями здесь называется взыскание алиментов или возмещение ущерба, который причинен увечьем, либо преступлением. Далее давайте посмотрим, что здесь сказано. Да іншим и выдам и стягнен, якщо іншим и предбачено законом 20%. То есть у нас на самом деле общее правило и касается всех случаев взыскания 20%. Если у человека, с человека взыскиваются алименты, либо возмещается ущерб, причиненный увечем, либо преступлением, то 50%. Но это еще не все, потому что если мы вот здесь почитаем дальше, то мы увидим, что здесь указано, что, вот видите, два последних предложения. Это обмежение не расширяется на рассчитывание и заработной платы у разе відбування боржником покарання у виді выправних робіт и стягнення алиментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахування заработной платы не може перевищувати 70%. И здесь мы видим, что максимальное удержание из заработной платы ограничено 70%. И это возможно только в тех случаях, когда человек отбывает наказание в виде исправительных работ и выплачивает алименты на несовершеннолетних детей. И соответственно, когда СМИ пишут, что Кондратюк забирает всю зарплату у военнослужащего Козловского, это не соответствует действительности, потому что это невозможно с точки зрения закона. На сегодняшний день, согласно тем правилам, которые установлены в статье 70 закона о исполнительном производстве, при самом худшем варианте Кондратюк может забирать только 50% заработной платы. И это возможно только в том случае, если он несколько раз обращался в суд и выиграл, соответственно, несколько судов, есть несколько исполнительных документов, и вот тогда до 50% может удерживать. Но больше 50% никак он не может удерживать, и тем более всю зарплату, все денежное обеспечение Козловского он не может забирать. Ну и опять же, да, когда я говорю сейчас, что он забирает, все-таки это не Кондратюк забирает, это исполнительная служба по решению суда удерживает часть доходов Козловского в пользу Кондратюка. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, также подписывайтесь на мой Telegram канал. Там информации больше, и появляется она оперативнее, чем в YouTube канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на Telegram канал есть в описании к этому видео. Ну а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.